ребята гелик сегодня будем делать его это не простой гелик этот елик совершенно уникальным мотором их ставилось довольно на небольшое количество машин они ставились это 4 литровый 250 сильный дизель v8 это двигатель в первую очередь уникален тем что это по сути 2 611 мотора одетых на один коленвал у него одна из головок блока абсолютно такая же как на 611 имеет номер точно такой же а вторая это и зеркальная копия по факту это реально 2 611 блока которые соединены на одном соответственно валу общий рабочий объем получается чуть меньше чем у 2 611 за счет чего я вам не скажу но этот двигатель с мокрыми гильзами это очень круто для современной машины а это в принципе не очень старый елик это прям невероятно это практически грузовик ремонтопригодность феноменальная но мотор довольно сложный капризен к качеству топлива но при этом очень надежно этот двигатель превращает такой неказистый с виду гелендваген квадратный кирпичный очень быструю машину на дороге и великолепный тягач потому что мощностные характеристики у него реально зашкаливают и потенциал для чип тюнинга такого мотора просто феноменальный значительно больше 300 лошадиных сил он может выдать и он задушен под 250 лошадей осознанно именно для задач связанных с определенными налогообложениями так далее эта машина помимо всего прочего еще и limited edition 70 по моему 3 в серии из там 200 небольшим машин очередной какой-то юбилей был у гелендвагена машина реально легендарная и сейчас мы разберем этот мотор и вы сможете ознакомиться с его конструкцией буквально таки изнутри потому что мотор реально очень интересный двигатель о м628 это v-образный восьмицилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива турбокомпрессом разработанный и произведенный daimler benz для использования как на легковых автомобилях так и на внедорожниках этот двигатель стал ответом daimler benz на выпущенные конкурентами audi a8 и bmw 740 с их восьмицилиндровыми дизелями блок оголовки двигателя изготовлены из алюминия посредством литья в песчаные формы двигатель имеет объем 3996 кубических сантиметров систему питания common rail мощность в 250 лошадиных сил и крутящий момент в 560 ньютон-метров интересной особенностью данного двигателя является наличие жидкостного интеркулера это не очень стандартное решение но сейчас все чаще применяется на легковых автомобилях в частности на volkswagen двигатель имеет две турбины и цепной привод грм фазорегуляторов на нем слава богу нет у двигателя м628 довольно много проблем и основными из них являются проблемы с топливной аппаратурой которая очень плохо работает на нашей солярке частности бесконечно текут форсунки выходят из строя т.н.в.д. также двигатель естественно очень быстро закоксовывается по причине неисправностей как систем впрыска так и по цилиндропоршневой группе соответственно при закоксовке он теряет мощность ну и конечно классическая для дизелей проблема это трещины в головках блока которые встречаются до сравнительно уже небольших пробегах и связаны они в основном как с перегревом так и с некорректной работой топливной аппаратуры опять же разборка двигателя начинается с демонтажа топливной аппаратуры в частности форсунок рамп и соответственно подачи конкретно этот двигатель прошел не так уж и много сотен тысяч километров однако он имеет довольно серьезные проблемы это стук который доносится по всей видимости от изношенных втулок вгш ремонт данного двигателя вообще ни разу не дешев и оправдан только ценой самого автомобиля потому что гелендваген как вы знаете всегда в цене это пожалуй самый мощный доналоговый двигатель который можно купить на автомобилях mercedes и ездить и не платить по 60 тысяч в год налогов и при этом при грамотном чип тюнинге он вываливается далеко за 300 лошадиных сил и подбирается вплотную к 1000 ньютон метров момента что дает вам возможность буксировать за собой здание небольшое да или какой-нибудь корабль морской в развале блока установлен теплообменник системы грм который сейчас и снимает игорь сергеевич и естественно естественно он довольно сильно загажен по причине не вполне корректной работы топливной аппаратуры как я уже говорил но не критично большого слоя нагара там нет хотя механизм этот и не обслуживался ранее маслостакан с теплообменником является традиционно источником подтеков масла по причине выхода из строя прокладки сделать с этим наверное ничего нельзя поэтому с этим приходится мириться потому что подтеки масла есть практически на всех двигателях со сравнительно небольшими пробегами да подходит лишь силовой 12 вольт огромный кабель большого сечения а сейчас игорь сергеевич держит в руках очень интересную вещь которую он достал из развала блока которая была погружена в емкость с антифризом а именно это тэн это специальный догреватель антифриза потому что как вы догадываетесь дизельный мотор довольно холодный и зимой прогреть его практически нереально даже без webasto это двигатель вполне способен поддерживать комфортную температуру в салоне и нормальную температуру двигателя также помимо тэнов помогает ему в этом и егр который также повышает температуру двигателя при режимах прогрева вот этот мигаринчик это теплообменник топливной системы подогрев топлива от антифриза так реализован подогрев даже не окисливший себя а тут смотри какой грязненький оцените контраст обратно вот сюда в канал никогда в жизни не положишь она стала больше в полтора раза вообще система охлаждения в этом двигателе довольно мудреная и разобраться в ее устройстве довольно сложно потому что там есть довольно большое количество дополнительных теплообменников но это довольно эффективно и хорошо работает в данном конкретном моторе по крайней мере я не слышал чтобы были какие-то серьезные с ним проблемы почти чистые но видишь сколько какашек внутри все равно просто его свеже поменяли антифриз поэтому он кажется чистым а по факту он был грязный до этого видимо может старые хозяева не сильно с ним это дружили это просто ниша в которой нет ни масла ничего дошла очередь до демонтажа форсунок ну эти кстати надежные на самом деле эти при должной эксплуатации правильной солярки выхаживали тысяч по три цифров а с 300 до 50 100 тысяч ремонт не знаю чей к примеру сами форсунки дороже стоят по 26 тысяч или по 27 штучка стоит да это бошины они все есть они по 7 тысяч или по 8 ремонт но зато их 8 ну вот видишь у нас тоже пока не вылезают иногда смена форсунок заканчивается фатальным снятием головы это не крутится это тоже не крутится это вынется мне было сказано клиентам что они были сильно намазаны все пасты специальные антипригарные но что-то я ее здесь не наблюдаю вынимаю еще одну снимаю и здесь что-то как-то тоже если какие-то были то жалкие остатки высохшие ну это значит либо фуфловая паста либо что-то пошло не так не вынимается и тоже не вынимается от этого будет зависеть для клиента цена вопроса извлечения форсунок потому что мне было сказано что они вынутся все легко и непринужденно что проблем с этим никаких не возникнет вот это мазаная форсунка специальной смазкой вот эти они вынимаются легко тоже мазаная и это мазаная белая паста это специальная паста по сравнению вот этот ряд сухой без пасты без того что вынулось и здесь может быть когда-то что-то и было но очень очень мало и практически не было вот она подгорела это еще не сильно это была начальная все-таки стадия подгара вот не сильно держащие кольцо упорное медное скорее всего там нарушение посадочного места под колечко будет вот она досталась вот в таком вот она виде закоксованная была напрочь стояла даже не шевелилась там уж кольцо прогорело с вот это можно вот это не сгорел распылитель а вот это распылитель сгорел на форсунке там уж кольцо не держало и через него постоянно проходило пламя при каждой спуске он перегрелся и умер две форсунки которые Игорь Сергеевич сейчас держит в руке они принципиально разные по состоянию у одной из них с черным распылителем распылитель сгорел И сгорела, соответственно, прокладка, поэтому форсунка утаскивалась с большим-большим трудом. И, соответственно, прокладочное кольцо полностью выгорело. Естественно, был прорыв газов, это потеря мощности, это некорректная работа двигателя и все остальные последствия. Топливная аппаратура, естественно, отправляется на ревизию и полный капитальный ремонт к нашим партнерам. Примерно то же самое происходит и с турбинами. Также требуется их восстановление и они также отправляются на ремонт к нашим партнерам. И клиент жаловался, что у него был посторонний свист на определенных оборотах. И у него по факту подклинивание левой турбины. Потому что вал турбины крутится очень большим трудом. Вот если посмотреть, она нормально выглядит. Да, но вал у нее практически не крутится вот так вот один. Я вот с другой стороны его еле-еле-еле проворачиваю. С большим-большим усилием. Если обратить внимание на левый турбокомпрессор, а точнее на его крыльчатку, то легко увидеть, что есть определенные нюансы. А в частности, следы повреждений на крыльчатке, которые стали следствием попадания каких-то инородных тел. Что это было и по какой причине он попадал в двигатель, мы разберемся чуть позже. А вот и турбинка снялась. Мертвая которая. Вот она, видишь, еле-еле я ее проворачиваю. Она свистела. Было просвистывание. Там до двух с половиной тысяч оборотов появлялся определенный свист. Потом он пропадал и в какие-то моменты появлялся опять вновь. Был недонаддув по одной турбине. Вроде с виду целая вся, но по факту. По лопаткам, если увеличить, видно, что было попадание посторонних частиц торцевых лопаток. Если увеличить сильно, покалеченные. Видишь, торцы вот сами лопаток, видно, что покоцанные. Это было попадание каких-то посторонних частиц. Та-дам! А тут все очень даже красиво. Новая цепь стоит свежая. Может быть, даже сейчас одну башку и дернем, как интересно. С виду все целое. На 611 похож, да? Головка блока в очень хорошем состоянии. С виду. Вскроем, увидим. Все тоже ровно самое. Блин, постель вот эта распредвалов от 611-го мотора. На правом ряду. А на левом ряду своя. Видишь, здесь был номер R628 на этом ряду. А на этом на 611-го мотора, да? Да, вот это по факту прям очень похоже даже на голову, на мою. Постель точно. Головка не знаю. Постель точно. От 11-го мотора. Это живенькая трубинка. Здесь вот ничего не попадало. Ни масла, ни торцы лопаток не забитые. Ничего не попадало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, да, он на мокрых гильзах. 628, вот номер гильзы идет. Целиком гильза меняется. Вот, смотри, вот это. Да, я вижу, я вижу. Да, он на мокрых гильзах, прикольно. А, поэтому и блок так сделан, бляж, он на мокрых гильзах, бляж. Здесь сухой, пустой. Они что, съемные, что ли? Да, да, вытаскиваются. Прям вот так вот, очпонь. Прям можно под капотом их вот так вот вытаскивать. Аддон снял, бля, и вытаскивать. Ну, ты под капотом просто бушки даже не снимешь. Ну, это не на этой машине. Вообще не на какой. Прям гильза шевелится, да? Нет. Да. Износ. Нет, гильза не ходит. Ходит, ходит гильза. Нет. Ходит, я тебе говорю. Ну, может, чуть-чуть совсем. Гильза шевелится. Шевелится, шевелится, гильза. Она что, короткая или так посередине ее... Нет, она туда, вот на сутки. Так и надо переделывать. Вообще, вот эти все надо выпиливать вот так. Ну, лучше, что 12-й, что... К сожалению, нам не удалось снять процесс сборки данного двигателя, но, поверьте, это было довольно увлекательно. Но, тем не менее, мы решили все-таки видео выпустить, несмотря на то, что мы не досняли сам процесс сборки. Поэтому прошу покорнейше изменить. Итак, автомобиль полностью готов. Ремонт двигателя вышел очень недешево. Я даже стесняюсь озвучивать эти цены. Но было поменено вообще все. Форсунки, ТНВД, все полностью сделано, восстановлено и так далее. Даже турбины, то есть, ну, вообще, абсолютно все навесное восстановлено. Человек очень хорошо относится к этому автомобилю. Ему не жалко на него тратить такие деньги. Запчасти на него очень дорогие, реально, очень. Это прям конский ценник. И содержать гелик, как вы знаете, это очень недешевое удовольствие. Вот Миша Яковлев не даст вам соврать, потому что все стоит здесь огромных денег. Каждая ерунда, каждая вот маленькая деталька, это все очень дорого. Ну что, заведем машинку, посмотрим, как работает мотор после ремонта. До ремонта он приехал с какими-то посторонними стуками и неприятными моментами. Ну что ж, работает хорошо. Я искренне надеюсь, что эта машина уезжает отсюда один раз и навсегда и никогда не будет появляться, потому что мы сделали этот двигатель реально очень хорошо. Вообще ни на чем не было экономии. Никакого краилова. Здесь все оригинал. Все просто в отличнейшем состоянии на данный момент. Мотор весь в номинальных размерах. Все очень хорошо. А на этом, ребята, все. Все, машинку мы помыли и готовим отдавать клиенту. Скоро уже он приедет. Субтитры сделал DimaTorzok